всем привет из токио на этой неделе мы съездили в зоопарк чтобы туда добраться мы пересекли большую часть центра токио это один из деловых районов токио как и во всех больших городах это высотные дома широкие улицы бизнес-центры ничего особенно японского для меня в таких районах нет по соседям уже есть уникальный торговый район где раньше покупали японские телевизоры видеомагнитофоны рисоварки компьютеры попадаешь туда вот по этому историческому мосту построенные на месте своих предшественников в 30-х годах его не разрушили во время войны сегодня это популярное место для фотографий где старый токио встречается с новым современным городом хотя сегодня бытовую электротехнику можно купить везде этот район аки хабара продолжают называть электронным городом но популярен он больше для любителей манго аниме и у туристов которые приходят сюда в уникальные made кафе несчастные девчонки раздают флайеры на жаре но туристов нет вообще и вот мы в районе в котором находится токийский зоопарк противоречивое место популярная у туристов здесь известные музеи большой парк храмы исторические маленькие улочки но многие токийцы не любят этот район точно не могу сказать почему но факт остается фактом и не будем о плохом давайте лучше о прекрасном лето это время цветения лотосов в пруду рядом с парком уэна к своему стыду я раньше думала что лилии лотос это приблизительно одно и то же но нет лотос больше и торчит из воды лилии цветы и листочки плавают а здесь я не знаю ну на метр наверное выходит из воды тому же у лотоса это далеко не листочки огромные листья на которых точно мог сидеть будда здесь же на полуостровке в центре пруда стоит буддийский храм по выходным здесь продают разнообразную уличную еду но сегодня в будний день только дробленый лед с сиропом жаркой мы с детьми решили попробовать но я совсем не ожидала что там будет стоять ручная машина это значит продавец голыми руками берет кусок льда кладет его на металлическую терку дальше он крутит колесо и лед тоже начинает вращаться потому что приезжать прессом к терке и снизу подставленную чашечку сыпется уже измельченный лед можно было конечно попробовать если бы не коронавирус что касается этого буддийского храма он посвящен единственной женщине богини из семи японских богов она является покровительницей рек и морей и этот храм расположен рядом с прудом а также она покровительствует искусству любви тяги к знаниям у нее восемь рук поэтому основное здание построено в виде восьмиугольника храме немного но были люди на этих деревянных табличках пишутся обращение к богине или пожелания эти форме японской людьми потому что храм богини которая покровительствует музыки деньги от продажи табличек идут на содержание храма а прихожане могут напрямую обратиться к богам когда табличек становится слишком много их символически сжигают и по традиции считается что в этот момент человек освобождается от всех своих желаний который написал парке уэна много храмов этот храм известен по японским гравюрам 19 века честно говоря точно не знаю но не уверена что это оригинальные постройки и война и землетрясение многие храмы были заново выстроены как копии разрушенных рядом с этим храмом есть традиционный японский ресторан который всегда стояла очередь сейчас никого и продают уже упакованные блюда купить которые пока тоже нет желающих но может быть не обеденное время было вот так из шлангов токио часто поливают жаркие дни и перед магазинами и перед ресторанами чтобы хоть как-то заглушить жару токио все еще много мелких частных магазинчиков и ресторанчиков которые открылись много-много лет назад и существуют на том же месте и чуть ли не в том же здании это кафе или ресторан явно семейный бизнес и кажется существует лет 50 а может и больше муж торгует на улице а жена скорее всего готовит и обслуживает гостей внутри ресторана простое но характерное место с духом токио восьмидесятых рядом ресторан покрупнее побогаче и наверное все внутри красиво и стильно по-японски но как-то без души вот мы подходим зоопарку это вход в музей по соседству а вот и наша очередь сегодня чтобы попасть зоопарк необходимо через интернет заранее забронировать билет на определенное время и получить штрих-код для входа в это время дается 15 минутный интервал большинство подготовилась к жаркой прогулки этой зонтики и перчатки полотенце на шею бутылки воды вентиляторы в руках кто-то пугающе покашлял в нашей очереди при себе попросили иметь какое-либо удостоверение личности но так его никто не спросил проверяли на входе штрих-коды а дальше уже покупаешь билет себе потому что детям бесплатно в токио да и наверное в японии мамы и дочки часто одевают одинаковые платья а здесь у папы и у дочки одинаковая ткань на рубашке и платьице веер японии это не только женский аксессуар активно пользуются и мужчины в жару вместо рекламных флайеров и купонов на улицах токио часто раздают вееры снова любимые в токио у женщин на рукавнике у тех кто на велосипеде и с коляской если без этих на рукавников то руки приобретут огородный загар в смысле что по локоть у этих симпатичных девчонок наши были охлаждающие галстучки ну наверное похожие на то что я купила тоже себе потому что но очень жарко нужно намочить и тогда какое-то время шею этот галстук охлаждает галстуки конечно носят редко купила потому что это продавалось и было очень жарко а в основном это полотенце специальной ткани по принципу действия то же самое намочил и повесил или завязал на шее в токийском зоопарке не только гуляют семьи с детьми или мамы папы с детьми но гуляют и молодые пары и просто одинокие люди с фотоаппаратами и занимаются фото охоты частных животных в этом видео совсем не хотелось показывать детям зоопарк интересен там можно увидеть животных и птиц о которых ты читал в книжке или видел по телевизору или где-то в видео ну а лично мне животных жалко звучит конечно странно но давайте посмотрим лучше на людей маленькие дети в токио ну и наверное по всей японии всегда ходят с рюкзаками еще у них бутылка на перевес здесь приучают с детства если тебе что-то нужно взять с собой бери сам и носи сам и обязательный атрибут любой японской прогулки кафе ресторан или что-то вкусненькое дети заказали свою любимую лапшу в супе удон ну и холодные напитки сок в этом году в японии резко перешли на бумажные ложки и вилки на бумажные трубочки для соков и это как-то случилось очень резко если в европе и в америке этим пользовались уже давно то в японии этот тренд получил широкое развитие только в этом году еще один атрибут любого похода с детьми в музее или в зоопарк или в какую-то детскую комнату это сувенирный магазин или сувенирная лавка сюда я зашла думала купить маску потому что у нас одноразовая маска порвалась масок здесь не продавали придавали всякие плюшевые рюкзачки кошелечки и конечно сладости во всех достаточно крупных японских музеях парках аттракционов всегда продаются специальные сладости это конфеты печенье пирожные торты в специальной упаковке и которые можно купить только в этом конкретном месте здесь зоопарк поэтому все связано с животными особенно с пандой специальные коробки с печеньями или конфетами посвящены панте который в этом году исполнилось три года и это было вот так вот отмечен внутри этих упаковок которые были выпущены специально к этому мероприятию в общем то могут лежать те же самые печенье которые лежали и в других коробках посвященных двухлетию панды но новая коробка и посетители могут снова купить это все еще территория зоопарка здесь и пагода и чайный домик и павильон подарок из таиланда как и московский зоопарк зоопарк в уэна состоит из двух частей и между ними ходит вот такой поезд монорейл как в москве мостик здесь тоже есть пешеходная дорога но по ней идти достаточно долго поэтому придумали монорейл но монорейл связи с коронавирусом не работал вообще все помещения закрытые здесь не работали и были перегорожены вот такие как вивариум или павильоны с ночными животными с птичками все это было закрыто ходить можно было только по улице за нашего путешествия мы себя чувствовали как-то так но набрались сил и решили покататься на водных велосипедах или катамаранах в виде лебедей мне даже показалось что детям это мероприятие понравилось гораздо больше чем поход в сам зоопарк да и я сама давно хотела прокатиться но всегда было столько много туристов и лодки были всегда заняты да и время не было а сейчас в последние денечки каникул мы с детьми прокатились отдохнули и проветрились и на этом наше путешествие закончилось на следующей неделе я очень надеюсь выкладывать видео почаще а на сегодня пока пока